Что бы вы не создали в программе, вы всегда сможете это изменить. Поэтому во время оцифровки рекомендую не тратить время на точное попадание в контур, а оцифровывать весь объект и уже потом, зайдя в редактирование, корректировать созданное. Инструмент редактирования находится на панели инструменты. Если вы его не видите, нажмите клавишу H на клавиатуре и он появится. Запомните эту клавишу и вам больше не придется тянуться мышкой к инструменту и искать его. Выделили объект, нажали клавишу H, можно приступать к редактированию. К элементам редактирования относятся узлы, точки начала и конца вышивания объекта, Кривые без Е И линии наклона стежковой заливки Узлы. Они бывают круглые и квадратные. Первые соединяют изогнутые линии, вторые соединяют прямые. Тип узла можно поменять, кликнув по нему левой клавишей мыши. Выделенные узла красятся в синий цвет. Теперь нажмите клавишу пробел на клавиатуре. Нажимаю несколько раз клавишу пробел, вы будете менять квадратный узел на круглый и обратно. Также можно сменить тип сразу нескольких узлов, обведя их, или выбрать нужные узлы, прижав клавишу Ctrl на клавиатуре. Или выбрать несколько последовательно идущих узлов, прижав клавишу Shift. Чтобы переместить узел, выделите его, прижмите левую клавишу мыши и потяните курсор мыши в нужное место. Отпустите клавишу мыши. Чтобы добавить новый узел, кликните левой или правой клавиши мыши по контуру. Нажатие левой клавиши мыши добавляет квадратный узел. Нажатие правый, круглый. Чтобы удалить выделенный узел, нажмите клавишу Delete на клавиатуре. Помните, чтобы повторить контур рисунка, много узлов не надо. Научитесь оцифровывать линию минимальным количеством узлов. Узлы называют по-разному точки, контрольные точки, референтные точки. Так что, если услышите другое название, просто знайте, речь идет о том же самом. Рычаги без Е. Чтобы стали видны рычаги, необходимо поменять тип оцифровки. Сделать это можно, зайдя в меню установка, параметры, сменить форму. Работать в режиме традиционный или без Е – ваш выбор. На качество вышивки это не влияет. Те, кто привык работать в векторных редакторах, порадуются такой возможности. Так же, как и в традиционном режиме оцифровки, здесь нет необходимости вставлять большое количество точек. Научите себя чувствовать линию и понимать, как можно ее искривить с помощью рычага. Точки начала и конца вышивания объекта. Зеленое начало, красный конец. Наведите куртур мыши на точку. Кликните левой клавишей мыши и, удерживая ее, перенесите точку в нужное место. Угол наклона. Он бывает один, а иногда их несколько. А порой он бывает изогнутый или ломанный. Все зависит от выбранного инструмента и примененного к стежковой заливке эффекта. В целом, если внимательно посмотреть на инструмент, то будет видно, сколько у него может быть углов наклона заливки. Углы наклона заливки обозначены красными линиями. Чтобы изменить угол наклона стежковой заливки, наведите курсор мыши на одну из точек линии, прижмите левую клавишу мыши и перетяните точку в нужное положение. Если вы помните математику, то значение угла наклона не вызовет у вас вопросов. Если прижать клавишу Ctrl на клавиатуре, то угол наклона будет меняться сразу на 15 градусов. Кстати, если зайти в редактирование объекта колонка С, то прижав комбинацию клавиш Shift-Alt, можно изменить не только ширину валика, но и положение угла наклона стежковой заливки. К объектам колонка A, B и комплексное заполнение с поворотом дополнительный угол наклона можно добавить, прижав клавишу Ctrl на клавиатуре и кликнув левой клавишей мыши по контуру объекта. Чтобы удалить угол наклона, кликните по любой точке угла наклона. Выбранная точка окрасится в синий цвет. Теперь нажмите клавишу Делить на клавиатуре. В объектах, созданных с помощью инструмента комплексное заполнение, линия угла наклона может быть любой длины. Располагаться она может в произвольном месте и просто указывать направление. А вот в объектах колонка A, B, комплексное заполнение с поворотом, угол наклона проходит через весь объект. В программе есть еще один инструмент для добавления и удаления углов наклона. Он расположен на панели вышивания графики и так и называется углы наклона стежков. Если вы выбрали подходящий объект, то инструмент станет активным. Чтобы добавить углы наклона, выделите объект, кликните по инструменту, перенесите курсор мыши на рабочее поле и создайте дополнительные линии, пересекающие весь объект. Чтобы удалить углы наклона, выберите объект и затем инструмент удалить углы наклона. Следует учесть, что при использовании этого инструмента меняется тип объекта. Вы это можете увидеть на панели список цвет объекта. Если вы не видите какие-то из перечисленных инструментов на экране, то кликните по инструменту «Изменить форму» еще раз и откроется панель с доступными инструментами редактирования. Все, что подсвечено желтым, активно отображается на рабочем поле. Большинство перечисленных элементов редактирования можно удалять, добавлять, передвигать. А вот точки начала и конца не удаляются. Если вы отредактировали один объект и хотите переместиться к следующему, нажмите клавишу «Tab» на клавиатуре, а если хотите вернуться к предыдущему, нажмите комбинацию клавиш «Shift-Tab». Чтобы выйти из режима редактирования, нажмите клавишу «Escape» на клавиатуре. Помимо инструмента «Изменить форму» есть также группа инструментов, позволяющих искажать объекты. Она называется «Конверты». Кликните правой клавишей мыши по пустому от панели месту и активируйте панель «Конверты». Ну или зайдите в меню «Правка» «Конверты». Вряд ли вы будете применять искажения к обычным объектам, но, возможно, вам пригодится при работе с надписями. Вот здесь все очень просто. Выделяйте объект, заключаете его в нужный конверт и меняйте положение точек. Меняйте их без фанатизма. Красный крест отменяет все проделанные действия. Ну вот, пожалуй, и все, что нужно знать про редактирование. Всем хорошего дня и удачной вышивки. Надеюсь, я ничего не забыла.